Густая кровь. Чем она опасна? Что вызывает сгущение крови? И как самостоятельно в домашних условиях можно определить признаки густой крови, сгущения крови? И как в домашних условиях самостоятельно вы можете справиться с этой проблемой? Меня зовут Картавенко Виктор Владиленович. Я доктор медицинских наук, профессор, врач восстановительной медицины. И сегодня я вам расскажу о том, чем опасно сгущение крови. Надо сразу, уважаемые коллеги, отметить, что у нас есть два понятия сгущения крови. Есть сгущение крови, которое наступает адаптационно, когда это идут единичные, но глубокие порезы, раны, когда у нас включается система тромбообразования. И, невзирая на то, густая ли кровь, жидкая ли кровь, нормальная ли кровь. Происходит дополнительный, адаптационный, иммунологический, в данном случае, защитный выброс тромбоцитов, который формирует тромбообразование, с целью купирования кровотечения. Есть сгущение крови, которое мы получаем в результате экзогенных, то есть внешних проявлений, или внутренних. Так вот, одним из самых популярных внутренних и поддерживающих внешними воздействиями, агентами состояния сгущения крови, являются, так называемые, вирусные, а в данном контексте сегодняшнего времени, ковидные и постковидные состояния. Дело в том, что рефлекторно, наша слизистая оболочка, а естественно, наша лимфатическая система, с участками кровообращения, включается на систему сгущения крови в системе капилляров, в первую очередь, с целью того, чтобы защитить внутренние поверхности сосудов. Но очень часто это состояние заканчивается формированием тромбов, тромбоотрывов и, соответственно, кровоизлияния ими, уже в сосудах или сердца, или сосудах легких, или сосудах головного мозга. А с чем это связано? А это связано с исходным состоянием ваших сосудов, с исходным состоянием вашего желудочно-кишечного тракта. И, конечно, для того, чтобы понимать механизм опасности сгущения крови, надо, в первую очередь, определиться самостоятельной диагностикой, насколько у вас кровь густая. Самым доступным и самым достоверным признаком, это, конечно, является молниеносное, практически, тромбообразование в результате даже очень маленького, маленькой травмы, маленького пореза и даже, буквально, царапины. Тогда, когда в обычных состояниях сукровица может выделяться в течение даже до нескольких минут, при тенденции сгущения крови, это происходит практически молниеносно. Формируется, так называемая, тромбоцитарно-масляная пленочка на месте травмы. Вторым очень достоверным признаком является сухость ваших ушных накоплений. Третьим признаком сгущения крови является сухая кожа на локтях, сухая кожа в области промежности, сухая кожа в области пяток, так называемая пяточная кератоза. И очень важным признаком сгущения крови, конечно, являются, так называемые, острые или хронические запоры. Именно такое состояние тонкого и толстого кишечника, связанное с застоем кровеносной системы тонкого и толстого кишечника, является признаком того, что кровь имеет тенденцию к сгущению. Кроме этого, следует отметить, что у нас есть два периода в году для нашей страны, очень характерны для сгущения крови. Это, так называемый, синдром зимней брюшины, когда у нас идет недостаток ультрафиолета и органы находятся в состоянии спастического состояния напряженного и идет увеличение крови в области печени, накопление крови в области легких, накопление крови в области задней поверхности туловища и в ягодичных мышцах. Это связано, как раз таки, с тем, что внутренние органы, недополучая в достаточной степени качественный ультрафиолет, входят в состояние, так называемой, сосудистой спячки. И движение крови, которое очень характерно для весны, практически изменяется. И еще один очень важный момент, это жажда большинства из вас получить огромное количество ультрафиолета в летнее время, когда происходит формирование, так называемых, солнечных ожогов. И в результате чуть ли не тотального поражения кожной поверхности, у нас появляются застойные очаги кровообращения на спине, на туловище и, соответственно, это сопровождается состояниями инсультов, это может сопровождаться состоянием инфарктов, потому что происходит застойное явление. Но следует отметить, что как в одном, так и в другом случае, как в зимнее, так и в летнее время, это сопровождается определенным смысле недостаточностью кислородного кровообращения. Поэтому, конечно, обязательно нужно отслеживать такие вещи, как состояние эритроцитарной массы, как состояние объема циркулирующей крови. А опять же, я повторяю, в свете сегодняшних текущих событий, связанных с ковидной инфекцией, связанной с различными видами штаммов COVID-19, которые по-разному влияют на слизистую оболочку, которые по-разному влияют на систему селезенки поджелудочной железы, которые по-разному влияют на состояние эритропоэза, то есть производство эритроцитов. Это, конечно, может сопровождаться развитием дополнительных угроз со стороны системы кровообращения, как то системная красная волчанка, заболевание крови и, к сожалению, увеличение количества тромбообразования, как одного из видов осложнений ковидной и постковидной инфекций. Одной из самых распространенных на сегодняшний день патологий в этом смысле является, конечно, тромбофлебин глубоких вен нижних конечностей. Это связано с тем, что несостоятельность первого барьера, а именно слизистой оболочки органов уха, горла, нос, нарушение в системе иммуно-адаптационной защиты в лице бронхово-лёгких и поражение системы желудочно-кишечного тракта и с поражением системы печени и желчного пузыря, отражается на тромбообразовании, которое, в силу своей специфики, по законам жанра, переходя из капилляра в венулы, формирует участки застойного явления венозной крови, которую, как раз таки, и китайцы с незапамятных времен называют кровяными болотами. Подробно на этих проблемах сгущения крови, подробно о секретах рефлекторного способа разжижения крови, мы будем говорить на нашем авторском вебинаре «Милости просим». Ссылка под этим видео. Обязательно регистрируйтесь и обязательно приходите.